Мы продолжаем изучать введение в молекулярную патологию, и сегодня я дам вам вторую лекцию на эту тему, где материал будет посвящен одному большому вопросу, относящемуся к общей молекулярной патологии, а затем мы рассмотрим несколько примеров системной молекулярной патологии. Что это такое, вы сейчас узнаете. Первый большой вопрос, который я хотел бы осветить, называется «Молекулярные механизмы повреждения клетки». Вы знаете, что клетка является главным структурным и функциональным звеном любого организма. И, соответственно, патологические процессы, которые протекают в организме, они прежде всего протекают на уровне клетки. Любое повреждение прежде всего проявляется в повреждении клетки. Что такое повреждение клетки? Это патологический процесс, основу которого составляет нарушение внутриклеточного гомеостаза, структурной целостности клетки и ее функций. Я выделил курсивом три слова в этом определении. Первое слово – это гомеостаз. На всякий случай я вам напомню истинное первоначальное значение этого термина, которое подразумевает поддержание постоянства внутренней среды. Этот термин пришел из физиологии, точнее, из патологической физиологии, который объяснял очень многие физиологические реакции стремлением организма к поддержанию постоянства внутренней среды. Любые попытки изменить состав внутренней среды организма встречают сопротивление, развиваются реакции, которые направлены на устранение этих изменений. Цель одна – чтобы состав внутренней среды организма не менялся. Потом этот термин стал трактоваться более широко, и в том числе применительно к клетке, поэтому гомеостаз клетки означает поддержание постоянства внутреннего состава клетки. Химического состава, PH, одним словом, предотвращать любые изменения внутреннего состава клетки. Если это происходит, это признак повреждения клетки. Второй важный элемент – это целостность структуры. Нарушение целостности структуры всегда является признаком повреждения. Клетка должна состоять из цельных неповрежденных структурных элементов. И если вы видите морфологические признаки повреждения клетки, это всегда одно из трех условий ее нарушения, нарушения ее строения. И третья – это функция. Повреждение всегда будет сопровождаться изменением, нарушением каких-то клеточных функций. Вот эти три обстоятельства – гомеостаз, целостность и функции – и образуют то, что мы называем здоровая или поврежденная клетка. Каковы главные молекулярные механизмы повреждения клетки? Их, в общем-то, не так много. Основными из них являются повреждения митохондрий, вход ионов кальция в клетку, возрастание внутриклеточной концентрации ионизированного кальция, повреждение клеточной мембраны и нарушение механизмов фолдинга белков и нарушение структуры свойств ДНК. Вот любое повреждение клетки, оно сводится к одному или нескольким механизмам, которые здесь перечислены. Повреждение митохондрии – это всегда снижение концентрации аденозин-трифосфата, я об этом поподробнее скажу. Это всегда возрастание концентрации реактивных соединений, которые вызывают химическое повреждение. Внутриклеточное повышение концентрации иона в кальция – это всегда повышение проницаемости митохондриальной мембраны. Кажется, нет, не работает. Это активация множественных внутриклеточных ферментных систем. Повреждение мембраны – это нарушение транспорта, это нарушение всех свойств, связанных с специфичностью клеточной мембраны. И, наконец, мисфолдинг или нарушение свертывания белков и повреждение ДНК всегда имеет апоптотические последствия. Начнем с митохондрий. В этом рисунке в очень сконцентрированном виде хорошо показано все, что делают митохондрии. Их главная функция – это захват богатых энергии субстратов из цитоплазмы, и их окислительное расщепление с образованием углекислого газа и воды с опряженной синтезом АТФ. Что попадает в митохондрию? В митохондрию попадает глюкоза и ее метаболиты, прежде всего перуват. В митохондрию попадают жирные кислоты, свободные жирные кислоты, и скелеты аминокислот, которые подвергаются окислительным реакциям, оксидативному превращениям, начиная с цикла Крепса и множества других, которые ведут к образованию восстановленных форм коферментов НАД и ФАД. НАД и ФАД идут в цепь переноса электронов, отдают протоны и электроны в эту цепь, и в определенных местах этой цепи происходит окислительное фосфорилирование, то есть синтез АТФ. Конечная цель всех митохондриальных процессов – это образование молекул аденозин-трифосфата. Л-динозин-трифосфат – это основная форма запасания и использования энергии в биохимических реакциях. Это вещество содержит две фосфоангидридные связи, расщепление каждой из них сопровождается высвобождением большого количества энергии, порядка 30-32 кДж на моль. Молекула АТФ претерпевает циклическое превращение из АТФ в АДФ и обратно. Если энергия, выделившаяся в экзорганических реакциях, аккумулируется в виде АТФ, то энергия, выделившаяся при расщеплении АТФ, используется на эндорганические реакции, связанные с потреблением энергии. Коэффициент полезного действия, то есть запасание энергии в виде АТФ, составляет порядка 40%. То есть из всей энергии химических связей, которые выделяются в процессе окислительных превращений в митохондриях, около 40% запасается в виде АТФ. А куда девается оставшийся 60%? Рассеивается в виде тепла. Идет на поддержание температуры тела. КПД 40% много или мало? Смотря с чем сравнивают. Если сравнивать с первой паровой машиной, то ее КПД был 3%. Если сравнивать с современными двигателями, то их КПД может достигать 60%. Поэтому 40% это немало, но это и не очень много. Роль митохондрии в повреждениях клетки бывает в общем двух типов. Первое, это связано с нарушением доступа кислорода, когда нарушаются окислительные процессы, либо под действием токсина, либо под действием радиации наступает повреждение митохондрии, сопровождающее снижением образования АТФ и образованием реактивных соединений кислорода. Все это так или иначе приводит к множественным нарушениям, заканчивающимся некрозом. И второй вариант, это когда нарушение митохондрии происходит в результате каких-то внутриклеточных сигнальных процессов, приводящих к нарушению проницаемости митохондриальной мембрании, выходу содержимого митохондрии в цитоплазму. Это, как правило, составляет основу апоптотических реакций. Я тоже о них скажу чуть-чуть позже подробнее. Второй механизм — это поступление в клетку ионов кальция. Они могут поступать туда и через поврежденную мембрану, и через неповрежденную мембрану, через кальциевые каналы. Более того, концентрация кальция внутри клетки может возрастать за счет поступления из внутриклеточных резервов. Такими резервами являются митохондрии, опять же, где концентрация кальция в 500 раз выше, чем в цитоплазме, и эндоплазматический ретикулем. Откуда бы ни поступал ионизированный кальций, когда его концентрация в клетке возрастает в несколько сотен рад, включается целый комплекс внутриклеточных механизмов, которые так или иначе приводят к ее нарушению. Повышение внутриклеточной концентрации кальция ионизированного — это один из важнейших признаков любого повреждения клетки. Клеточная мембрана. Я коротко напомню вам, что она собой представляет. Это двуслойный фосфолипидный, двойной фосфолипидный слой. Но обращаю ваше внимание, что этот слой не симметричен. Если вы посмотрите на распределение фосфолипидов, то увидите, что они распределены неравномерно. Снаружи преимущественно находятся фосфатидилхолин, сфингомиелин, а внутри, на внутренней листке, находятся фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсирин, фосфатидилинозитол. Холестерол находится равномерно по обе стороны мембраны. И есть еще в мембране такие участки, которые называются липидные рафты. Это скопления, где концентрация холестерина наиболее высокая. И в этих липидных рафтах больше всего концентрируется рецепторных белковых молекул. Ну а белковые молекулы в составе мембраны, это могут быть либо трансмембранные белки, которые пронизывают всю толщу мембраны, либо наружные белки, которые преимущественно находятся в экстрацеллюлярном пространстве, либо цитозольные белки, которые обращены внутрь клетки. Говоря об асимметрии фосфолипидов на клеточной мембране, нужно понимать, что эта асимметрия дорого стоит. Она осуществляется за счет ферментов, которые называются флопазы и флиппазы. Флопаза занимается тем, что отсылает фосфолипиды на наружную сторону, флиппаза поворачивает их на внутреннюю сторону, но все это идет с затратами энергии АТФ. То есть поддержание асимметрии клеточной мембраны — это энергозатратный, энергозависимый процесс, который является очень характерной чертой здоровой, нормальной, неповрежденной клетки. Одним из признаков повреждения клетки является нарушение асимметрии фосфолипидов в мембране. И ответственный за это нарушение — фермент скрамблаза. От английского слова «to scramble» — перемешивать. Это фермент, который без участия АТФ, не требуя никакой энергии, начинает перемешивать все фосфолипиды между наружным и внутренним листком, приводя к их равномерному распределению. Это приводит к тому, что, допустим, фосфатидилсирин, который в норме смотрел внутрь клетки, оказывается экспонированным наружу. Например, с ним может связываться белок аннексин-5. Специфически связывается через ионы кальция с остатками фосфатидилсирина. Этот тест очень широко используется в разных областях, как один из тестов на активацию или повреждение клетки за счет экспрессии фосфатидилсирина. В функциональных последствиях экспрессии фосфатидилсирина много, но я приведу только один пример. Такая поверхность предоставляет матрицу для сборки ферментов свертывания крови. Образуются активные факторы свертывания крови, которые запускают этот процесс. Это возможно только в том случае, если клетка повреждена, если фосфатидилсирин оказался на наружной стороне клеточной мембраны. Какой бы ни был механизм повреждения клеточной мембраны, он прежде всего приводит к нарушению ее транспортной функции. Функции переноса веществ через мембрану. Вот, посмотрите, здесь представлены все варианты транспорта веществ через клеточную мембрану. Это либо энергозависимые носители, либо каналы, либо эндоцитоз, который осуществляется либо через кавиолы, под действием белка кавиолина, такие впячивания образуются в мембране, либо через рецепторы. Это может быть экзоцитоз, то есть транспорт веществ и образований наружу из клетки. Либо это может быть внутриклеточное поглощение по типу фагоцитоза с последующим слиянием с лизосомой, с образованием фаго лизосомы. Или трансцитоз, когда транспорт идет сквозь клетку. На одном полюсе клетки вещество заходит в нее, а на другом полюсе выходит. Любое повреждение клеточной мембраны приводит к нарушению транспортировки веществ через клеточную мембрану. Основными причинами повреждения мембраны являются свободно-радикальные реакции, прежде всего перекисное окисление липидов. Перекисное окисление фосфолипидов, которые приводят к нарушению их строения и свойств. Это активация гидролаз, прежде всего лизосомальных, которые отстригают от белков участки, которые становятся доступны для этих лизосомальных ферментов. Или извне, или экстрацеллюлярных фрагментов этих белковых компонентов мембраны, либо цитоплазматических. Внедрение в мембрану амфифильных соединений. Амфифильных, то есть несущих одновременно и гидрофильные, и гидрофобные элементы. Они легко встраиваются в мембрану и вызывают ее дестабилизацию. Механическое перерастяжение и разрыв мембраны набухших клеток. Когда клетка претерпевает осматический шок, то мембрана может просто порваться механически. И, наконец, нарушение синтеза компонентов мембран, то есть синтеза белков и фосфолипидов. Что бы ни произошло, в мембране образуется дырка, образуется пробой, через которую могут устремляться внутрь и наружу многие вещества. Одним из главных, может быть, самым важным механизмом повреждения мембраны является действие реактивных форм кислорода и их очень разнообразные токсические эффекты. Вот здесь приведены основные формы кислорода, которые получаются в результате различных окислительных реакций. И обратите внимание, что все токсичные формы кислорода, вот это производные молекулы кислорода, это производные перекиси водорода, они имеют неспаренный электрон на наружной электронной оболочке. Этот электрон делает эти молекулы чрезвычайно реакционно способными. Они вступают в самые разные химические реакции и повреждают белки, липиды и другие вещества. Как их нейтрализовать? Для этого нужно использовать вещество, которое отдает электрон. И если неспаренный электрон на наружной орбите свободного радикала нейтрализовать пришедшим электронам, то есть дать ему соответствующую пару, то вещество становится нетоксичным. На этом основано действие очень многих антиоксидантов, которые нейтрализуют реактивные формы кислорода. Таких антиоксидантов довольно много. Антиоксидантом является витамин С, антиоксидантом является витамин Е, токоферол. Из модных антиоксидантов таким антиоксидантом является вещество ресвератрол, которое есть в красном вине. Оно есть, собственно говоря, в кожуре винограда, и из него оно переходит в красное вино. Но наличие ресвератрола делает красное вино более полезным, чем белое. Сейчас ресвератрол продается в качестве пищевой добавки, которую можно купить в магазине. И для того, чтобы получить ресвератрол, необязательно пить вино, можно просто таблетки принимать. Реактивные формы кислорода, которые образуются в митохондриях, конечно же, обезвреживаются. Значительная часть из них обезвреживается под действием супероксиддисмутазы, под действием глутатионпероксидазы и каталазы. Но какая-то их часть остается необезвреженной, и тогда она вызывает патологические эффекты. Это пероксидация липидов, то есть перекисное окисление липидов, пол, о котором я вам говорил, это повреждение белков и это повреждение ДНК. Вот три основных последствия образования реактивных форм кислорода, если они не были нейтрализованы защитными системами клетки. Итак, суммируя причины повреждения клеточной мембраны, это снижение концентрации кислорода в митохондриях с образованием большого количества патологических продуктов, образование реактивных форм кислорода, это повышение внутриклеточной концентрации кальция и повреждение цитоскелетов. Все это приводит к нарушениям мембраны и всегда является одним из важнейших признаков повреждения клетки и морфологическим, и биохимическим. Есть еще один механизм повреждения клетки, который сравнительно недавно привлек внимание и ему уделяется все больше и больше внимания. Этот механизм называется стресс эндоплазматического ретикулума. Вы, конечно, знаете, что после того, как произошла трансляция и синтезировалась полипептидная цепь белка, она подвергается свертыванию, она приобретает окончательную трехмерную конформацию по действиям белков при помощи белков, которые называются шаперонами. Это происходит в эндоплазматическом ретикулуме и является одним из важнейших этапов созревания белка. Белок не может считаться созревшим, его синтез не может считаться законченным, пока он не принял трехмерную структуру, третичную структуру, которая соответствует его активности. И помогает в этом белки шапероны. К сожалению, этот процесс может быть нарушен по многим причинам. Многие метаболиты могут нарушить этот процесс. Вирусные инфекции, химические воздействия приводят к тому, что процесс созревания белка, процесс шаперонизации или свертывания белка в третичную структуру нарушается. Это и есть стресс эндоплазматического ретикулума, или по-английски ER-стресс. Конечно, как всегда, есть механизм, который направлен на ликвидацию последствий этого стресса. Этот механизм включает в себя, во-первых, снижение уровня синтеза белка, того белка, который мы не можем свернуть. Клетка отвечает на это снижением его уровня. И повышением уровня экспрессии шаперонов. Таким образом, удается досвернуть те белки, которые есть, и уменьшить последствия стресса. Но если эти механизмы не сработали, тогда наступает тяжелое состояние, которое чаще всего заканчивается апоптатической реакцией. Существует целый ряд заболеваний, давно известных, которые, как оказалось, имеют в своей основе именно стресс эндоплазматического ретикулума. Это так называемый кистозный фиброз, или в России он более известен под названием муковисцидоз. Это очень тяжелое наследственное заболевание, поражающее железы внешней секреции и легкие. Это семейная гиперхолестеринемия, болезнь Т-Сакса, очень тяжелое наследственное заболевание, к счастью, редкое, которое в детском возрасте приводит к гибели ребенка примерно в возрасте 3-4 лет. Это дефицит альфа-1 антитрипсина, болезнь Кройцфельда-Джакоба, болезнь Альцгеймера и целый ряд других. Это очень важный, сравнительно новый и до конца не изученный механизм повреждения клеток. Конечный результат повреждения клетки, самый терминальный, это ее гибель. Существует несколько вариантов гибели клеток, основными из них являются некроз, апоптос и аутофагия. Вы знаете, что некроз характеризуется набуханием клетки, дилатацией внутриклеточных мембран и, в конце концов, воспалительной реакцией на некротические клетки. Апоптос характеризуется, наоборот, сжатием клетки, сокращением ее объема, фрагментацией ДНК, активацией Каспаса, о них я скажу немножко подробнее, и формированием апоптотических тел. В отличие от некроза, апоптос не сопровождается иммунной или воспалительной реакцией организма. И аутофагия — это образование так называемых аутофагосом с перевариванием содержимого клетки. Должен сказать, что аутофагия отличается от апоптоза и некроза тем, что она не обязательно ведет к гибели клетки. Аутофагия чаще всего как раз выполняет роль саногенетическую, то есть она предотвращает гибель клетки, если в клетке появляются патологически измененные органеллы или белки, которые нужно убрать, в частности, допустим, не свернувшиеся белки в результате эр-стресса, то как раз аутофагия направлена на то, чтобы их ликвидировать, и клетка выжила. Иногда этот процесс заходит далеко и приводит к гибели клетки. Очень коротко про апоптос, который вы наверняка или проходили, или будете проходить. Это программируемая гибель клетки, один из самых основных механизмов самоуничтожения, который может индуцироваться либо внешними причинами через так называемые рецепторы смерти, либо в результате каких-то внутренних повреждений, внутренних причин, процесс начинается с того, что митохондрии становятся проницаемыми, и из них начинает выходить цитохром С. Все это находится под регуляцией, под регулирующим воздействием огромного количества про- и антиапоптотических белков, но результат всегда один. Происходит активация КАСПАС, и происходит повреждение внутри ядерных образований, прежде всего связанных с ДНК. В результате клетка начинает распадаться с образованием так называемых апоптотических телец. Это фрагменты омертвевшей клетки, которые выделяются из нее. И они потом подвергаются фагоцитозу. То есть это программируемая гибель клетки, которая приводит к образованию апоптотических телец, потом бесследно исчезающих под действием фагоцитов. Есть, кроме тех двух путей инициации апоптозы, о которых я сказал, это наружный путь через рецепторы смерти, внутренний путь через активацию митохондрии, есть еще третий вид апоптоза, так называемый гранзимовый апоптоз. О нем известно значительно меньше, чем о первых двух, и он свойственен так называемым цитотоксическим Т-киллером, клеткам, которые являются частью иммунной системы, которые направлены на уничтожение раковых клеток. Эти клетки подходят к раковой клетке, которую нужно уничтожить. С помощью белка перфорина они прокалывают мембрану этой клетки и впрыскивают, делают смертельную инъекцию ферментов, которые называются гранзимы. Это серийновые протеазы с широким спектром действия, которые начинают крушить в этой клетке все подряд и таким образом приводят к ее гибели. Так что есть гранзимовый апоптоз. Так же, как и внутренний апоптоз, и внешний апоптоз, гранзимовый апоптоз так или иначе приводит к активации ферментов, называемых каспазами. Это важнейший элемент любого апоптатического процесса. Что такое каспазы? Это целый набор ферментов. Общим для них является то, что в активном центре этих ферментов находится цистеин, и разрушают они пептидные связи, образованные остатками аспарагиновой кислоты. Отсюда их название. System-Dependent Aspartate Specific Protease, сокращенно каспазы. Они делятся на два типа, инициаторные каспазы и эффекторные каспазы. И действием каспазы заканчивается процесс апоптозы. Под влиянием этих порталитических ферментов активируются белки, которые начинают уничтожать ДНК, нарушают строение хроматина, и это приводит к образованию в конечном счете апоптатических телец и гибели клетки. То есть каспазы являются главным эффекторным механизмом повреждения и гибели клетки при апоптозе. Между некрозом и апоптозом много различий. Это разные процессы, я уже об этом частично говорил. Когда некроз начинается, то он может быть на первых стадиях обратим. Он характеризуется набуханием клетки и последующим образованием некротического очага, который вызывает воспалительную реакцию. Апоптоз необратим, если он начался, остановить его невозможно. Он идет до конца и заканчивается образованием апоптатических телец, которые фагоцитируются клетками-фагоцитами. Аутофагия, о которой я говорил, это самопереваривание клетки. Еще раз повторяю, что этот процесс может быть направлен на выживание клетки, не обязательно на ее гибель. Он характеризуется совсем другими сигнальными механизмами, которые отличают его от апоптоза и некроза. Это совершенно самостоятельная система взаимодействия внутриклеточных. Могу только добавить к тому, что здесь показано, что в 2016 году Нобелевская премия прислуждена по медицине за открытие аутофагии. Ну и есть другие варианты гибели клетки, в частности, некроптоз. Некроптоз – это сравнительно малоизученный способ повреждения клетки, который является альтернативной апоптозу. Он содержит в себе признаки и апоптоза, и некроза. Но это совершенно самостоятельный процесс, у которого свои индукторы, свои сигнальные системы, свои комплексы, которые приводят к гибели. В случае апоптоза – это так называемый death-inducing signaling complex. Диск в случае некроптоза – это некросома. Состав этих комплексов совершенно разный, механизм их действия тоже разный, но результат один – клетка гибнет. Теперь давайте перейдем к системным вопросам. То, что мы сейчас рассмотрели, это был вопрос общей молекулярной патологии, не привязанной к какой-то отдельной системе. Механизмы гибели клеток, о которых я говорил, они одинаковы для эпителиальных клеток, для мышечных клеток, для нервных клеток, для клеток соединительной ткани, для всех видов клеток, которые существуют в организме. Абсолютно универсальны. А то, о чем я буду говорить дальше, это не универсальные процессы, они связаны с отдельными органами, системами и тканями. Молекулярная патология иммунитета – гигантская огромная область медицины и патологии, которую я рассмотрю на примере СПИДа, синдрома приобретенного иммунодефицита. Но прежде чем мы перейдем к СПИДу, я очень коротко напомню вам, что такое иммунитет. Иммунитет – это защита организма от генетически чужеродных веществ, генетически чужеродных, то есть они чужеродны по своему происхождению. Это может быть вещество, пришедшее извне, это может быть вещество, которое образовалось внутри организма, но генетически по механизму образования оно чужеродно, оно ненормально. И против такого вещества срабатывает система защиты. Иммунитет традиционно делится на врожденный и адаптивный. Вот здесь слева представлены элементы врожденного иммунитета, справа элементы адаптивного. Но я хочу обратить ваше внимание на линейку внизу, которая показывает сроки иммунной реакции, в которой вовлекается врожденный и приобретенный иммунитет. Реакции врожденного иммунитета быстрые, они развиваются в течение первых часов после встречи с чужеродным веществом. Специфический или адаптивный иммунитет развивается в течение дней. Так что можно сказать, что это аварийный иммунитет скоростной, а это более долгоиграющий, более долгосрочный. Ну вот основные компоненты врожденного иммунитета. Они очень простые. Допустим, кожа, поверхность кожи выполняют роль защитного барьера на пути проникновения в организм многих веществ. Это врожденный иммунитет, врожденная защита. Слизистые оболочки, фагоциты, повышение температуры, некоторые клетки киллеры, антимикробные белки, воспалительная реакция. Это все, что срабатывает в первые часы после попадания чужеродного вещества в организм и направлено на его локализацию, на создание барьера, чтобы ни в коем случае не допустить его в организм. Если это не удалось, и чужеродное вещество все-таки проникло в организм, вот тогда срабатывает адаптивный иммунитет, который делится на два типа. Это гуморальный иммунитет и клеточный иммунитет. Иммунная система представлена здесь, ну вот то же самое, только чуть-чуть более подробно. Врожденный адаптивный иммунитет, значит, врожденный иммунитет всегда включен, always on, это барьеры, это система комплимента, это нейтрофилы, которые являются облигатными фагоцитами, то есть они всегда фагоцитируют, независимо ни от чего. Это клетки-киллеры, которые всегда присутствуют, готовые к атаке в организме, и адаптивный иммунитет, который содержит лимфоциты, они должны созреть для того, чтобы включиться в иммунную реакцию. Они делятся на Т-клетки и Б-клетки, Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Т-лимфоциты делятся на подтипы по CD, они отличаются по номерам CD. CD — это кластер дифференциации, антиген, белок, который экспрессируется на поверхности клеток. Здесь разными цветами показаны клеточные реакции иммунитета и гуморальные. Гуморальные — значит жидкостные, греческий «хумор» — жидкость. Когда говорят «гуморальный иммунитет», имеются в виду антитела, то есть элементы иммунной системы растворимые в жидкости. А все остальные — это клеточные. Органы иммунной системы. Здесь они все названы. Вы удивитесь, что к органу иммунной системы относятся не только лимфоузлы, которые всем известны, и не только селезенка, но, например, аппендикс. Это орган иммунной системы, и он выполняет свою функцию. И удаление аппендикса может оказаться не таким уж... может иметь некоторые последствия, не так уж он бесполезен. Пиеровы бляшки — это скопление лимфатических клеток по ходу кишечника. Долгое время не знали, для чего они нужны и что они делают. Они тоже являются частью иммунной системы. Ну и, конечно, лимфатические узлы. Тимус — это традиционно. Танзилы, миндалины, нёбные, глоточные — они все имеют отношение к иммунной системе. Адаптивный иммунитет делится, как я говорил, на гуморальный и клеточный. Гуморальный иммунитет — это антитела, которые вырабатываются B-лимфоцитами, а клеточный иммунитет — это клетки, T-клетки, которые делятся на разные подтипы в зависимости от того, какие кластеры дифференциации они экспрессируют. Ну и здесь ещё нужно подчеркнуть одну вещь, что адаптивный иммунитет может быть естественным и искусственным. Естественный иммунитет может быть пассивным и активным, и искусственный иммунитет может быть пассивным и активным. Что такое пассивный искусственный иммунитет? Если в кровь ввести антитела, как делают при многих заболеваниях, это значит проиммунизировать пассивно. То есть за организм выполняется его работа, в кровь вводятся уже готовые антитела против нужного антигена, они сразу начинают работать. Активный искусственный иммунитет — это иммунизация, когда организм встречается с дозированным антигеном, обезвреженным, неопасным, который сам по себе не в состоянии вызвать заболевание, но он в состоянии вызвать иммунную реакцию. В ответ на него организм отвечает выработкой специфических антител и клеток. Вот это пример активного и пассивного иммунитета. Синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД. Можно было выбрать любую вирусную инфекцию, но почему-то мне показалось, что СПИД более актуален. В частности, потому что эта проблема продолжает оставаться одной из ведущих проблем в мире. Много лет прошло с тех пор, как СПИД был обнаружен, а число людей, заболевших СПИДом, продолжает возрастать. На сегодня в мире порядка 40 миллионов людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Я должен оговориться, что ВИЧ и СПИД — это немножко разные вещи. Вы это, конечно, знаете. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция — это не обязательно СПИД. СПИД — это конечная фаза развития инфекции, когда появляются признаки угнетения иммунной системы. Если человек инфицирован в ВИЧ, это не значит, что у него СПИД. Он может жить десятилетиями с вирусом, быть его носителем, кстати говоря, распространять его, не зная или зная об этом. Но никаких клинических проявлений иммунодефицита у него нет. Это ВИЧ-инфекция. Но если начинаются проблемы с иммунитетом и развиваются вторичные оппортунистические инфекции или злокачественные новообразования, характерные для СПИДа по типу саркома капоши, то тогда это уже болезнь, СПИД, которую надо лечить. Так что СПИД — это болезнь, от которой в 2015 году в мире умерло более 1 миллиона человек. К сожалению, по темпам прироста новых случаев ВИЧ Россия опережает большинство государств мира. Когда председатель антиспидовского центра, Академик Покровский, выступал в Государственной Думе и назвал цифры заболеваемости СПИДом в России, на него написали заявление в прокуратуру, что он порочит страну. Так вот, чтобы меня не обвинили в том, что я порочу страну, я взял эту табличку с сайта Центра СПИДа. Это самые последние данные по заболеваемости СПИДом в России. Посмотрите, суммарное количество больных, которые на сегодня зарегистрированы, это порядка миллиона человек в стране. Посмотрите, количество людей, живущих с диагнозом СПИД в Российской Федерации, это почти 500 на 100 тысяч населения. Это очень высокая цифра. Количество новых случаев в 2014 году зарегистрированных, 85 тысяч. Основные причины это употребление наркотиков и гетеросексуальные контакты. Я хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, потому что очень многие ошибочно считают, что СПИД это удел маргинальных групп. Что СПИДом болеют наркоманы, СПИДом болеют гомосексуалисты. Нет, это уже давно все в прошлом. СПИД стал обычной инфекцией, передающейся половым путем. И 40% новых случаев СПИДа это случаи гетеросексуальных контактов. Так что об этом нужно просто знать любому грамотному человеку, тем более имеющему биологическое и медицинское образование. Любая вирусная инфекция протерпевает несколько фаз. Первое это внедрение вируса в клетку хозяин. Это репликация вируса внутри клетки хозяина и выход наружу уже в большом количестве. При этом внутри клетки нуклеиновая кислота, которую содержит вирус, начинает реплицироваться. Она встраивается в генотип самой клетки хозяина, который начинает продуцировать и РНК-вируса, и белки вируса. И потом они все вместе собираются и выходят наружу в виде готовых частиц вируса. Вирус иммунодефицита человека очень хорошо изучен. Все его типы, все его варианты, они все имеют примерно вот такое строение. Это изображение электронно-микроскопическое вируса иммунодефицита человека. А вот его строение схематическое. Хочу обратить ваше внимание, что в его составе есть три фермента. Это обратная транскриптаза, это интеграза и протеаза, которые делают его очень вирулентным. Я на следующем слайде покажу, что они делают. Это атака вируса на клетку мишени. А клеткой мишени для него являются Т-лимфоциты, так называемые Т4-лимфоциты или Т-хелперы. И взаимодействие начинается с того, что определенные белки и гликопротеины на поверхности вируса взаимодействуют с рецептором CD4 на поверхности Т-лимфоцитов. После этого первичного взаимодействия подтягивается второй рецептор, или корецептор, так называемый. Это цитокиновый рецептор. И заканчивается это вот таким слиянием вируса с мембранной клетки, в результате чего он оказывается внутри. Вот жизненный цикл вируса иммунодефицита человека в клетке. После того, как он проник, разрушается его оболочка. ДНК, которая там есть, начинает реплицироваться. На базе РНК синтезируется ДНК. Вы знаете обратную транскриптазу. Вот работает первый фермент, когда на базе РНК вируса синтезируется новая ДНК. Это патологическое ДНК встраивается в генотип клетки. Это делает фермент интеграза. Теперь вирусная информация встроена в генотип клетки хозяина, и начинается продукция и белков, и РНК вируса, которые встречаются, собираются, и частицы вируса в большом количестве начинают выделяться из клетки хозяина. Что происходит с клеткой хозяином? Возможно, два варианта. Либо она становится латентным носителем инфекции и циркулирует, сохраняя в себе вирус как потенциальную опасность. В любой момент это может активироваться. Либо она погибает, как происходит в большинстве случаев. Это приводит к угнетению иммунитета, потому что выключение Т-лимфоцитов из иммунитета, по сути дела, лишает его основной защитной силы, клеточного иммунитета. Когда мы знаем механизмы, знаем стадии жизненного цикла ВИЧ, то проще этот цикл прервать путем подбора специфических препаратов, которые вмешиваются в этот жизненный цикл. Здесь очень схематично представлены группы лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, большинство из которых являются ингибиторами обратной транскриптазы, лекарства, которые ингибируют взаимодействие вируса с мембраной клетки и проникновение внутрь, ингибиторы интеграции, транскрипции и трансляции, ингибиторы созревания вирусных частиц, ингибиторы выхода вирусных частиц за пределы клетки. У каждой группы лекарств своя точка приложения. И надо сказать, что эти лекарства сейчас довольно эффективны. Очень много людей, которые годами принимают эти препараты, ВИЧ-инфицированные люди, которые не болеют СПИДом. Это довольно дорогие лекарства. Единственная проблема, что они пока стоят больших денег, и не все страны могут себе позволить их массовое использование. Но, в принципе, проблема ВИЧ может быть решена, когда эти лекарства станут абсолютно доступны всем ВИЧ-инфицированным людям. Второй системный пример молекулярной патологии – это сердечно-сосудистая патология, и самый распространенный вариант сердечно-сосудистой патологии – это атеросклероз. Атеросклероз – это хроническое поражение артерии большого и среднего калибра. Возникающие вследствие отложения холестерина и некоторых фракций липопротеидов в сосудистой стенке. В этом определении есть одна неточность. Правда заключается в том, что это поражение артерии большого и среднего калибра. Не совсем правда, что это возникает только вследствие отложения холестерина и некоторых фракций фосфолипидов. На самом деле механизм развития атеросклероза заметно более сложен. Я чуть-чуть коснусь его. Но прежде чем я расскажу о механизме развития атеросклероза, я хочу обратить ваше внимание, что атеросклероз – это основа большинства сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от того, какие сосуды поражены атеросклерозом, мы имеем дело либо церебральный инфаркт, то есть ишемический инсульт, либо инфаркт миокарда, если поражены коронарные сосуды сердца, либо инфаркт почки, если атеросклероз поразил почечную артерию, либо мы имеем гангрену конечности, если поражена бедренная артерия. То есть атеросклероз вызывает такие сердечно-сосудистые заболевания, какие сосуды преимущественно поражены. Хотя атеросклероз поражает все сосуды, но какие-то он поражает больше, какие меньше. Поэтому, когда мы говорим, что у человека церебральный атеросклероз, мы имеем в виду, что все артерии поражены, но церебральные поражены больше. Коронарный атеросклероз значит все артерии поражены, но коронарные сосуды страдают в большей степени. Так что это системное заболевание, которое поражает все артерии крупного и среднего калибра. Отложение в сосудистой стенке приводит к образованию так называемой атеросклеротической бляшки. Посмотрите на состав атеросклеротической бляшки, и вы поймете даже по составу, насколько сложен ее механизм образования. Все эти элементы скапливаются здесь на разных стадиях ее формирования и играют разную роль. Есть много попыток разбить процесс формирования атеросклеротической бляшки на стадии. Это довольно трудно сделать, потому что все эти процессы идут одновременно. Но вот эта схема, мне кажется, достаточно понятной и правдивой. Вот нормальный сосуд, эндотелиальная выстилка, в которой есть интима, медиа и наружный слой адвентиции. Это неповрежденная сосудистая стенка. Начинается с того, что в интиму начинают внедряться липиды. Они начинают там накапливаться, и одновременно с этим возникает моноцитарная реакция. Моноциты начинают проникать в интиму и поглощать эти липиды. Они начинают их съедать. В результате этого образуются так называемые пенистые клетки. Пенистые клетки – это моноциты, наевшиеся липидов. Вот они, foam cells. Одновременно с этим образуется большое количество цитокинов, которые привлекают другие клетки. Прежде всего, гладкомышечные клетки. Наступает стадия разрастания гладкомышечных клеток. И именно этот этап характеризуется выбуханием атеросклеротической бляшки в просвет сосуда. С этого момента атеросклеротическая бляшка начинает сужать просвет сосуда. Она начинает препятствовать кровотоку. И это является критическим моментом. Потому что если атеросклеротическая бляшка перекрывает 70% просвета, то значит кровоток уменьшается больше, чем на 70%. Но и это еще не все. Самое плохое, когда эта атеросклеротическая бляшка вдруг в какой-то момент может порваться. Обычно она имеет гладкую поверхность, она имеет фиброзную капсулу. И до тех пор, пока эта фиброзная капсула цела, атеросклеротическая бляшка никак себя не проявляет. Если нет очень большого перекрытия просвета, если нет обтурации, то она может годами никак себя не проявлять. И проявляет себя только тогда, когда она внезапно начинает рваться. Повреждение атеросклеротической бляшки неизбежно ведет к образованию тромба в месте ее повреждения. Это и есть инфаркт, это и есть ишемический инсульт. Если они развиваются внезапно, то, как правило, это результат образования тромба в месте разрыва повреждения атеросклеротической бляшки. Факторы риска атеросклероза. Что способствует его развитию? Высокий уровень холестерина в составе LDL, low density lipoproteins, липопротеиды низкой плотности, которые несут в себе так называемый плохой холестерин. И низкий уровень high density lipoproteins, липопротеидов высокой плотности, которые несут хороший холестерин. Почему он называется хороший и плохой, я чуть позже объясню. И, конечно, высокоартериальное давление, потому что высокоартериальное давление способствует переходу липидов из крови в сосудистую стенку. Ну вот, в большинстве стран границей нормы и патологии принято 140 на 90 мм радутного столба. Хотя это, конечно, достаточно условная граница. Ну и все остальные факторы риска тоже имеют значение. Хотя, может быть, не такое большое, как первые два, которые являются красным цветом. Химически главную опасность развития атеросклероза представляет вещество, которое в русскоязычной литературе называется холестерин, в англоязычной литературе оно называется холестерол. И очень многие спрашивают, в чем разница. Никакой разницы нет. Просто суффикс холестерол указывает на то, что это спирт, что у него есть гидроксильная группа. Можно говорить и так, и так. Никакой разницы нет. Холестерин, кстати говоря, относится к группе веществ, содержащих вот эту циклическую структуру цикла пентанферогидрофенантрена. И нужно понимать, что он не единственный из этой группы. Что к этой же группе веществ относятся желчные кислоты, к этой группе веществ относятся гормоны, половые гормоны и кортикостероиды. К этой группе веществ относятся витамины D. И все эти вещества могут преобразовываться друг в друга в организме. Так что обмен холестерина теснейшим образом связан с обменом других стероидов. Почему LDL плохой, а HDL хороший? Потому что LDL — это липопротеины, которые несут холестерин к клеткам из крови в ткани. А HDL — это липопротеины, которые несут холестерин из тканей в кровь. Поэтому чем выше концентрация LDL, липопротеидов низкой плотности, тем больше шанс, что липопротеиды из крови будут переходить в ткани. Когда в крови высокая концентрация HDL, это означает, что вымываются молекулы холестерола из тканей, уходят в кровь. Вот, собственно, на чем основано деление на плохой и хороший. Холестерин синтезируется в печени, в гипотоцитах. Он синтезируется из ацетилкоэнзима А. Это исходное вещество для его биосинтеза. Ацетилкоэнзима может образоваться из очень многих веществ. Он является конечным продуктом циклокрепса. Он является конечным продуктом бета-окислений жирных кислот. Кстати говоря, он является конечным продуктом окисления этанола. Так что избыточное употребление этанола дает прекрасный источник для синтеза холестерола. И вот идет серия реакций. Это многоступенчатый процесс. Есть одна реакция, которая важнее других. Это реакция, которая катализируется ферментом гидроксиметилглутарилкоэнзима редуктаза. Это так называемый rate-limiting step. Это реакция, которая определяет скорость всего процесса. Здесь иллюстрация того, что ацетилкоэнзима может образоваться из разных источников. И идет на разные цели, в том числе на синтез холестерина. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что если мы хотим замедлить синтез холестерина, то это нужно сделать вот на этой стадии. На стадии работы гидроксиметилглутарилкоэнзима редуктазы. И вещества, которые широко применяются под названием статины, холестеролснижающие препараты, являются ингибиторами этого фермента. Статины, кроме того, что они являются ингибиторами HMD-коэнзима редуктазы, они обладают еще и противовоспалительным эффектом. Поскольку в патогенезе атеросклероза воспалительные реакции тоже играют роль, то статины вдвойне полезны. Они, безусловно, задерживают развитие атеросклероза. В литературе все больше и больше появляется, я имею в виду не в литературе, а в медиа, появляется все больше и больше статей, которые говорят о вреде статинов. Неправда. Число людей, принимающих статины, сейчас исчисляется миллионами на протяжении многих лет. И статистика однозначно показывает, что статины продлевают жизнь людям с наследственной гиперхолестеринами и с наследственной предрасположенностью к атеросклерозу. Статины применяют во всем мире при высоком уровне холестерина, а в Канаде показанием для назначения статинов является даже повышенный уровень цирреактивного белка, то есть признак системного воспаления уже является основанием для назначения статинов. Осложнения у статинов бывают, но очень редко и в порядке казуистики. Транспортная форма холестерина – это липопротеины, то есть комплекс липидов и белков. В крови существует несколько основных типов липопротеинов в крови. Это липопротеины высокой плотности, о которых я говорил, липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности и хиломикроны. Все они представляют собой комплекс липидов с белками, только в разных соотношениях и разный состав липидов. Вот эта диаграмма показывает соотношение между размером липидов и их плотностью. Чем крупнее липиды, тем они менее плотные. По плотности их можно легко разделить центрифугированием в градиенте плотности. Видите, у каждого из них своя плотность. Более плотные идут при центрифугировании вниз, самые неплотные образуют фракцию легкую. И самая легкая фракция из всех липопротеинов – это хиломикроны. Хиломикроны – это почти чистые липидные капельки, которые содержат в основном триглицериды. Это транспортная форма триглицеридов. Кроме деления по плотности, липопротеиды можно разделить электрофоретически. Отсюда возникают новые названия. Можно говорить липопротеиды низкой плотности, а можно говорить бета-липопротеиды, указывая на бета-фракцию по электрофоретической подвижности. Можно говорить липопротеиды высокой плотности, можно говорить альфа-липопротеиды. Липопротеиды очень низкой плотности – это пребета-липопротеиды. То есть два названия совершенно эквивалентных. Только одно характеризует липопротеиды по плотности, а другое по электрофоретической подвижности. Когда не было центрифугирования, то первоначально липопротеиды определяли только электрофоретический. Я еще помню, как больничные лаборатории делали электрофорез сывороткой крови на бумаге, и это считалось полетом высочайшего класса. Сейчас это кажется просто смешным. Определение уровня холестерина в крови входит в обязательную панель липидного обмена, и вот примерные границы уровня холестерина. Общий холестерин, вот желательный уровень, вот borderline, то есть пограничная или серая зона, и красным выделена зона повышенного содержания холестерина. Соответственно, такие же есть шкалы для каждой фракции холестерина – высокой плотности, низкой плотности и для триглицеридов. Проблема в том, что в некоторых странах измерения проводятся в миллиграммах на децилитр, а в некоторых странах в миллимолях на литр. Проблема небольшая, поскольку коэффициент пересчета существует, и очень легко сконвертировать цифры одни в другие. Ну вот, все наследственные гиперлипопротеиномии отделятся на несколько типов. Здесь красным выделены те, которые опасны с точки зрения развития атеросклероза. Это типы 2А, 2Б и 4. Особенно опасны типы 2А и 2Б. Они самые распространенные, наследуются они как полигенные наследственные заболевания. Наследственный фактор здесь является очень важным, и чаще всего наследуются они по мужской линии. Следующий пример системной молекулярной патологии – это молекулярная патология эндокринной системы. Мы посмотрим на нее с точки зрения примера самого распространенного и самого опасного – это сахарный диабет. Очень коротко напомню вам, что уровень глюкозы в крови колеблется в довольно узких пределах. Вот цифры, на которые обычно ориентируются, говоря о норме. С чем это связано? Почему этот параметр так важен и почему он так жестко зафиксирован в процессе эволюции? Потому что это жизненно важный параметр. Есть ткани, в которые глюкоза поступает по градиенту концентрации. Ее поступление в мозг головной не зависит ни от каких гормонов, она поступает туда только по градиенту концентрации. Это означает, что если концентрация глюкозы в крови снижается, то и значит количество глюкозы, поступающей в головной мозг, снижается. Слышали выражение «голодный обморок»? Какая ткань первой реагирует на снижение глюкозы в крови, на гипогликемию? Это кора головного мозга. Она отключается, если уровень глюкозы снижается ниже определенного предела. Почему она отключается? Это защитная реакция коры. Отключаясь, она снижает свои энергетические потребности, потому что глюкоза является почти единственным источником энергии для коры головного мозга. Поэтому концентрация глюкозы в крови — это жизненно важный показатель, и в организме предусмотрены несколько дублирующих, мощных систем регуляции углеводного обмена, которые не позволяют уровню глюкозы спуститься ниже определенного уровня. Даже если глюкоза и углеводы вообще не поступают в организм, если они полностью исключены из рациона питания, срабатывает глюконеогенез. Глюкоза начинает синтезироваться из неуглеводных веществ. Она может синтезироваться из аминокислот гликогенных, она может синтезироваться из жирных кислот, из разных углеродных фрагментов, может образоваться глюкоза. Никогда уровень глюкозы не снизится, если не истощены механизмы регуляции углеводного обмена. Основные механизмы регуляции. Ну, здесь много слов. Смысл такой, что при снижении уровня глюкозы в крови начинает распадаться гликоген, который, гликоген печени, который является запасной формой глюкозы, а при повышении уровня глюкозы в крови он начинает откладываться. То есть это так называемые субстратные механизмы. Нервная регуляция в ответ на возбуждение симпатической и парасимпатической нервной системы. Уровень глюкозы в крови меняется. Почечная регуляция. Если уровень глюкозы превышает почечный порог так называемый, то глюкоза начинает выделяться, экскретироваться с мочой, и это снижает ее уровень в крови. Ну и самый сложный, самый эффективный, это гормональная регуляция, которая осуществляется комплексом гормонов. Это адреналин, глюкогон, глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы, соматотропный гормон, адренокортикотропный гормон. Все они образуют противовес инсулину по своему эффекту, поэтому их называют одним словом контринсулярные гормоны. Механизм действия гормонов зависит от того, это гормоны растворимые в воде, то есть в плазме крови, или нерастворимые в воде. Если гормон нерастворим в воде, как, например, стероидные гормоны, то для того, чтобы оказать свое действие, он проникает внутрь ядра. Он проходит через мембрану клетки, он проходит через ядерную мембрану, образует гормонорецепторный комплекс, который выступает в роли фактора транскрипции. Он регулирует экспрессию тех или иных генов. Если гормон водорастворимый, как, например, в случае белков или пептидов, то они не могут проникнуть через мембрану, и чтобы оказать воздействие на внутриклеточные процессы, они взаимодействуют со специфическим рецептором на клеточной мембране. А уже этот рецептор включает внутриклеточные механизмы, вторичные посредники, которые регулируют внутриклеточные реакции. Самый частый вариант вторичного посредника – это циклический аденозин монофосфат, который образуется из аденозин-трифосфата под действием аденелациклаза – фермента, связанного, сцепленного с рецепторами на поверхности клеточной мембраны. Главным контринсулярным гормоном является глюкогон. Это пептидный гормон, который вырабатывается в альфа-клетках островков-лангерганца поджелудочной железы. Он ингибирует гликолиз, синтез гликогена и цикл Крепса. Он активирует глюконеогенез и распад гликогена. То есть суммарный его эффект – это повышение уровня глюкозы в крови. Так же, как и всех других контринсулярных гормонов. Здесь расписаны ферментные системы, которые регулируют синтез и распад гликогена. Все они контролируются глюкогоном. Ну и похожим действием на глюкогон обладает эпинефрин или адреналин. У инсулина механизм действия немножко более сложный. Инсулин взаимодействует со специфическим рецептором на поверхности клетки, который приводит к включению внутриклеточных сигнальных систем, регулирующих липидный обмен, процессы роста, обмен белков. Но самое главное, эти сигнальные системы рекрутируют, как говорят, они мобилизуют специфические транспортеры глюкозы, GLUT4, которые транспортируются и экспрессируются на поверхности клетки. Когда эти транспортеры встраиваются в клетку, глюкоза имеет возможность попасть внутрь. Пока инсулин не взаимодействовал со своим рецептором и не обеспечил доставку GLUT4 в мембрану, глюкоза в клетку попасть не может. Вот откуда высокий уровень глюкозы в крови. Глюкоза в крови высока, потому что она не может попасть внутрь клетки, ей некуда провалиться. С одной стороны, гипергликемия в крови, избыток глюкозы, с другой стороны, тяжелейшее голодание энергетической ткани, потому что глюкоза в них попасть не может. Баланс инсулина и глюкогона здесь представлен таким образом. Когда преобладает инсулин, а это бывает в состоянии насыщения после еды, то усиливаются процессы окисления глюкозы, усиливается процесс синтез галикогена, усиливается синтез жира, усиливается синтез белка, все, что направлено на снижение уровня глюкозы в крови. Соответственно, глюкогон обладает противоположным действием, и его активность возрастает в фазе голодания. Сахарный диабет – это заболевание, которое характеризуется в результате абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. Инсулин не работает, и главным признаком диабета является гипергликемия из-за того, что глюкоза не может попасть в клетки. Гипергликемия – это повышенное содержание глюкозы в крови. Неверно называть диабет только заболеванием углеводного обмена. Сахарный диабет – это заболевание, которое поражает все виды обмена – и липидный, и белковый, и водно-солевой. Все виды обмена веществ при сахарном диабете нарушаются. Здесь картинка, которые показывают органы и системы, которые страдают при сахарном диабете. Это и головной мозг, это и респираторный тракт, желудочно-кишечный тракт, зрение, дыхательная система – практически все. Деление сахарного диабета на первый и второй типы. Вот здесь нормальный процесс, когда пожелудочная железа вырабатывает инсулин, инсулин взаимодействует со своим рецептором, рецептор рекрутирует транспортеры глюкозы, и глюкоза попадает в клетку. Сахарный диабет первого типа – инсулин не вырабатывается, поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, нет взаимодействия с рецептором, нет рекрутирования GLUT4 транспортера глюкозы, глюкоза в клетку попасть не может. Сахарный диабет второго типа – инсулин продуцируется, поджелудочная железа работает нормально, сломался рецептор, рецептор не взаимодействует с инсулином по тем или иным причинам, а если это взаимодействие прервано, то, соответственно, глюкоза опять же не может попасть внутрь клетки. Так что механизмы развития разные, а результат один – гипергликемия и голодание энергетическое в клетках, которые зависимы от инсулина. Как различить их друг от друга? Для этого нужно знать, что инсулин синтезируется в бета-клетках островков Лангерганса в виде проинсулина, и превращение проинсулина в инсулин сопровождается отщеплением пептида, который называется С-пептид. Если мы хотим узнать, синтезируется инсулин или нет, нужно посмотреть в крови концентрацию С-пептида. Если в крови есть С-пептид, значит этот процесс проходит нормально, значит инсулин образуется. Если С-пептида нет или его концентрация снижена, значит нарушен синтез инсулина, и это диабет первого типа. Вот такая дифференциально-диагностическая штучка. Надо сказать, что не все ткани зависят от инсулина. Есть три вида тканей поступления глюкозы, которые определяются уровнем инсулина в крови. Это клетки печени, гепатоциты, это клетки скелетной мускулатуры, и это жировая ткань. Вот эти три вида тканей, они прежде всего зависят от активности инсулина. Печень является местом отложения запасов глюкозы в форме гликогена, и гликоген начинает распадаться, когда глюкоза нужна в крови, наоборот, синтезируется, когда глюкоза не нужна в крови. Спасибо большое, если это благодаря вам прекратили. Я очень благодарен. В мышцах тоже образуется гликоген. Он тоже может распадаться и может синтезироваться, но есть принципиальные отличия между гликогеном мышц и гликогеном печени. Гликоген печени при распаде дает глюкозу, поступающую в кровь, а гликоген мышц при распаде дает глюкозу, которая в кровь не идет, она расходуется тут же в скелетной мышце. То есть, если так можно сравнить, печень это склад гликогена фронтового значения, то мышцы это склад гликогена регионального, армейского значения. Вот это принципиальное отличие. Так что гликоген мышц не влияет на уровень глюкозы в крови. Это схема патогенеза сахарного диабета, я не буду ее разбирать, вы сможете посмотреть. Мы договорились о том, что мы вывесим лекции, которые я вам читал вчера и сегодня, и вы сможете на сайте кафедры эти слайды потом посмотреть более внимательно. Поэтому некоторые вещи я буду проскакивать, чтобы сказать о чем-то другом. Как оценить эффективность лечения сахарного диабета? Проверять уровень глюкозы каждый час, каждый день, конечно, можно, и так больные с сахарным диабетом делают. Но есть гораздо более объективный способ контроля гипергликемии по уровню гликированного гемоглобина или гемоглобина A1c. Что это такое? Это продукт неферментативного гликозилирования или гликирования гемоглобина глюкозы. Это неферментативная реакция. Количество глюкозы, присоединенной к молекуле гемоглобина, определяется ее концентрацией в крови. Поскольку реакция медленная, то уровень гликированного гемоглобина отражает колебания глюкозы примерно за три месяца. Если определить содержание гликированного гемоглобина, можно составить представление о том, какой средний уровень глюкозы был вообще за три месяца. Это гораздо ценнее, чем ловить глюкозу в каждую минуту. Сейчас она может быть 200, через час она может быть 60. Уровень глюкозы может очень сильно варьировать, поэтому этот тест является гораздо более информативным. Диагноз сахарного диабета сейчас ставится не по уровню глюкозы, он ставится по уровню гликированного гемоглобина. Вот здесь примерная шкала. Вот значение гликированного гемоглобина здоровых и пограничных состояниях, предиабет и диабет выше, чем 6,4%. Гликируется не только гемоглобин, гликируются все белки, которые есть в плазме крови. Я обращаю ваше внимание, что это не ферментативная реакция. Она идет по чисто химическим законам. Гликируются остатки лизина в молекуле белка, но гемоглобин используется для этих реакций чаще всего. Когда стали изучать продукты гликирования белков, то оказалось, что кроме просто соединения глюкозы с белками, есть огромное количество их производных. Что углеводы, образовавшие ковалентные связи с белками, подвергаются многочисленным разнообразным реакциям, прежде всего окислительным. И образуется целый ряд производных глюкозы, которые получили общее название «конечные продукты гликирования». Оказалось, что эти конечные продукты гликирования играют очень важную патогенетическую роль. Они являются триггерами, то есть пусковыми веществами для очень многих процессов, в частности для некроптоза, о котором я вам говорил. Сейчас это довольно модная тема, их значение полное пока не ясно. Ясно только, что мы раньше о них ничего не знали, мы их не видели, не умели определять, и сейчас идет бурное-бурное развитие знаний об конечных продуктов гликирования белков. Молекулярная патология клеток крови. Огромная область молекулярной патологии, из которой я вырежу только один небольшой фрагмент, связанный с нарушениями строения и функций гемоглобина. Эти заболевания называются общим термином гемоглобинопатии, молекулярные дефекты молекулы гемоглобина. Вы, конечно, знаете, что есть венозная кровь и есть артериальная кровь, но вряд ли вы когда-нибудь видели их по цвету. Они имеют разный цвет. Артериальная кровь алая, а венозная кровь бурая. Единственное, где можно это увидеть очень хорошо. Если вы видите артериальное кровотечение, венозное кровотечение, по цвету крови, можно сказать, она истекает из артерии или из вены. С чем связана разница в цвете, разница в окраске венозной артериальной крови? Она связана с тем, находится гемоглобин в соединении с кислородом или это деоксигемоглобин. Гемоглобин в соединении с кислородом это оксигемоглобин, гемоглобин, который отдал кислород, то есть венозный, это д-оксигемоглобин. Это строение гемоглобина, которое я вам вчера показывал. Напоминаю, что он состоит из белковой части глобина и небелковой части гема. Глобин представляет собой соединение четырех полипептидных цепей, двух альфа и двух бета, а гем представляет собой вот такое порфириновое кольцо с атомом железа со степенью окисления плюс 2 в середине. Самым распространенным заболеванием, связанным с молекулярным дефектом гемоглобина, является серповидно-клеточная анемия, sickle cell disease. Название очень красноречивое, оно связано с тем, что при этом заболевание эритроциты приобретают форму серпа. Вот мазок крови, в котором видны серповидные эритроциты. Если нормальные эритроциты, проходя по капиллярам, легко деформируются и осуществляют газообмен между кровью и тканями, они отдают кислород ткани и принимают двуокись углерода из ткани, они очень легко деформируются и поэтому проходят через капилляры, которые по размеру меньше, чем размер самого эритроцита. Если клетка претерпела серповидно-клеточную деформацию, она не может это сделать, и серповидно-клеточные эритроциты начинают забивать капилляры, они не могут через них протиснуться, нарушена их пластичность, нарушена их деформабилити, нарушена способность деформироваться и нарушается газообмен. У больных серповидно-клеточной анемией страдают все органы и ткани, потому что капиллярное кровообращение везде нарушено, особенно в венулах. Почему это происходит? Это происходит потому, что в молекуле гемоглобина у больных серповидно-клеточной анемии есть молекулярный дефект. В шестом положении бета-цепи глутаминовая кислота заменена на валин. Это результат точечной мутации одного нуклеотида в ДНК, в гене, который кодирует бета-субъединицу гемоглобин. Эта точечная мутация имеет одно следствие. Этот гемоглобин С, серповидно-клеточный гемоглобин называется гемоглобин С, гемоглобин С полимеризуется, когда он находится в дезоксиформе. Как только эритроциты отдали кислород и гемоглобин переходит в дезоксиформу, а это происходит в венулах, он тут же образует полимер. Этот полимер выпадает в осадок и деформирует эритроцит. То есть серповидный эритроцит это продукт деформации клетки под влиянием осадка, образованного полимером серповидно-клеточного или серповидного гемоглобина. Эта болезнь довольно распространена. И вот почему. Если наложить карты распространения серповидно-клеточной анемии в мире и карты распространения малярии, то они примерно совпадут. Почему? Потому что серповидно-клеточный эритроцит нечувствителен к малярийному плазмодию. Люди, страдающие серповидно-клеточной анемией, не болеют малярией. И эволюционно, филогенетически это выработалось, эта мутация закрепилась как способ защиты от малярии. А вы знаете, что малярия выкашивала и сейчас доставляет много неприятностей огромные районы Африки и других районов мира. Так что вот вам объяснение того, что серповидно-клеточная анемия существует и довольно распространена. Она распространена в Соединенных Штатах, где очень много черного населения, афроамериканцев, несущих ген серповидно-клеточной анемии. Поэтому в России это, конечно, большая редкость, а в Соединенных Штатах Америки это довольно распространенное заболевание. И все гематологические клиники заполнены большим количеством больных серповидных клеточной анемии. Так что это не абстракция, это реальность. Есть еще одна гемоглобинопатия, о которой я хотел вам сказать, это талассемия. Талассемия — это молекулярные дефекты гемоглобина, при котором отсутствует одна из полипептидных цепей гемоглобина. Соответственно, они делятся на альфа-талассемии и бета-талассемии, смотря по тому, какая полипептидная цепь отсутствует в молекуле гемоглобина. Результат тоже самый — это деформация эритроцитов, их неспособность проникать через капилляры, неспособность к нормальному газообмену, системная недостаточность кислорода и множественное нарушение микроциркуляторного русла. И последнее, о чем я вам хотел сказать. Те, кто слышал мои лекции по гемостазу, они этот материал знают, но поскольку слушали не все, то я вам хочу привести пример молекулярной патологии из области гемостаза и тромбоза. Это по-русски называется синяк, подкожное кровоизлияние, которое образовалось в результате разрыва кровеносного сосуда. А это пример тромба, который образовался в вене и нарушил отток тканевой жидкости и крови в сосудах конечностей. И то, и другое — это две крайности у процесса, который называется свертывание крови. Если свертывание крови нарушено, при повреждении сосуда оно не происходит, то мы наблюдаем кровотечение. Если наоборот, кровь сворачивается тогда, когда не нужно сворачиваться внутри сосуда, мы наблюдаем тромбоз. Система, которая находится между этими двумя крайними состояниями, называется система свертывания крови или система гемостаза. Здесь разные примеры этих патологических состояний, но я хочу, чтобы вы знали, что такое гемостаз. Это целая биологическая система, которая есть в крови, которая обеспечивает с одной стороны сохранение крови в жидком состоянии, а с другой стороны предупреждает остановку кровотечения. Вот это с одной стороны и с другой стороны обеспечивает чрезвычайную важность этой системы. Либо кровотечение, либо тромбоз. А нам не нужно ни то, ни другое. Кровь должна оставаться жидкой. Когда нужно заткнуть дырку в сосуде, она должна свернуться. Когда не нужно, она должна оставаться жидкой. Я хочу вам показать кино, снятое в живом сосуде мышки, как образуется тромб. Здесь два вида объектов. Фиолетовый или какой цвет тут нижний? Какой? Вот сверху это красноватый. Цветовая слепота у меня, поэтому я с цветами не очень хорошо. Короче говоря, я его вижу как фиолетовый нижний слой, это фибрин. А то, что сверху, это тромбоциты. Вот вам два главных основных компонента любого тромба. И с помощью современных методов прижизненной микроскопии можно повредить сосудистую стенку. Это сделано с помощью точечного лазерного облучения. И смотреть, как в этом месте, в месте повреждения сосудистой стенки, формируется тромб. Точно так же он формируется в любом другом организме, если повреждена сосудистая стенка. Сосудистая стенка может быть повреждена механически, она может быть повреждена термически, она может быть повреждена химически, она может быть повреждена биологически. Вспомнить атеросклеротическую бляшку. Во всех случаях тромбообразование идет по принципиально одним и тем же механизмом, который мы изучаем, изучая проблемы гемостаза. Вот так выглядит тромб коронарного сосуда, извлеченный у больного инфарктом миокарда в сканирующем электронном микроскопе. Очень ярко, почти ничего не видно. Я не буду вам рассказывать о том, что представляет собой гемостаз, я только покажу схему свертывания крови, в которой перечислены все белки, все вещества, которые участвуют в этом процессе. И приведу только два примера. Вот этот белок называется фактор 8 или антигемофильный глобулин. Это один из многих белков, участвующих в свертывании крови. Если этого белка нет или его структура нарушена, так что он не работает, развивается заболевание под названием гемофилия А, о котором вы наверняка слышали. Царская болезнь, царевич Алексей и так далее. Этот белок называется фактор 5. Тоже один из многих белков в организме человека. Если этот белок синтезируется в дефектном состоянии, которое называется мутация лейденская 5 фактора, то развивается тромбофилическое состояние из-за того, что этот 5 фактор становится нечувствительным к разрушающему действию протеина С. В норме этот белок быстро разрушается протеином С. Если протеин С его не разрушает, то развивается тромбофилия, склонность к тромбозам. Это самая частая причина невынашивания беременности, которая на сегодня существует. Вот вам пример, когда, как видите, абстрактные схемы, какие-то цифры, какие-то факторы, какие-то закорючки. Поверьте, что за всем этим стоят совершенно реальные, очень серьезные вещи. И это и есть молекулярная патология. Я не буду говорить о разных видах патологии гемостаза. Давайте закончим наш разговор тем же, чем вчера, только немножечко по-другому. Давайте договоримся, что молекулярная патология делится на две большие части. Первая часть – это молекулярная диагностика болезней. Это то, что мы здесь чаще всего называем клинической биохимия или лабораторная диагностика. И молекулярные основы патогенеза. В качестве относительных синонимов можно использовать термин патобиохимия и медицинская биохимия. И молекулярная патология – это наука на стыке биологии и медицины, которая занимается изучением и диагностикой болезней на молекулярном уровне. Ну, а в самом конце я хочу показать, сколько мы знаем и сколько мы не знаем. И мы все время хотим приумножить в эту надводную часть айсберга. И нам как будто бы все время это удается. Беда только в том, что пока мы чуть-чуть приумножаем надводную часть, подводная часть растет за это время неимоверно больше. Но стремиться наращивать надводную часть обязательно надо. Спасибо вам за внимание, мне было приятно с вами работать. До свидания.